во многом за счет того, что в этой модификации ампутировано совсем микро-ATX и полноразмон вот что богато сделано, того не отнять всем привет, с вами Михаил Че-то Ночевой и сегодня в рубрике «Коротко и ясно» небольшой обзор корпуса для настольного компьютера Cougar MX340 вообще выбирая компьютерный корпус по картинкам в интернете не всегда достаточно уверенностью можно сказать о том, как он на самом деле будет выглядеть в реальности и с какими сложностями придется столкнуться в процессе монтажа комплектующих в этот корпус поэтому надеюсь, что рассказ мой сегодняшний будет полезен тем, кто так же как и я собирает компьютер раз в 5-6 лет, внезапно апгрейд случился ну или профессионалам, которых интересует конкретно вот этот данный корпус Cougar MX340 в данный момент любой уважающий себя интернет-магазин предложит вам не меньше полусотни самых разнообразных и разноцветных кейсов даже если вы ограничите поиски башни среднего формата по цене от 2 до 3,5 тысяч рублей глаза буквально разбегаются в моем случае корпус Cougar MX340 или Cougar, как некоторые называют эту фирму был выбран чисто из эстетических соображений за свой лаконичный дизайн и цельно стеклянную стенку во весь левый борт товар добротно упакован, повредить его в процессе перемещения непросто даже если случайно, случайно, вы зажмете его дверьми трамвая пару раз без упаковки кейс оказался немного компактнее, чем я себе представлял короче в глубину, но толще в ширину укоротить конструкцию удалось во многом за счет того что в этой модификации ампутирована совсем возможность установки дисководов DVD, флопиков или всяких модных мультипульти-карт-ридеров по этой причине фронтальная панель не зря имитирует шлифованный вороненый стальной монолит никаких потайных дверей, лючков или окошек на нем нет на самом деле демонтировать фронтальную панель непросто приходится прикладывать изрядные усилия, но действовать при этом аккуратно сломать такую красоту это будет эпик фейл, но снимать ее скорее всего придется одного заводского тылового вентилятора будет явно недостаточно для серьезной машины всего можно зарядить аж 6 дополнительных турбин калибром 120 миллиметров или три турбины 120 и две по 140 уже установленное фронтальное охлаждение немного перекрывает штатные места для дисков формата 2,5 дюйма поэтому я бы рекомендовал сначала закрепить диски, а потом уже устанавливать радиаторы и вентиляторы маленькие диски монтируются прямо рядом с материнской платой кстати предусмотрена установка плат трех форматов mini-ITX, micro-ATX и полноразмерный ATX для двух винчестеров 3,5 дюйма отведен отдельный кабинет в подвальном помещении рядом с блоком питания устанавливаются винчестеры весьма затейливо для этого понадобятся специальные фасонные винты, которые идут в комплекте пару таких винтов закручиваем в левый бачок диска вставляем дисковод в салазки до упора и закрепляем винтами другого вида с правой стороны если вы все сделали правильно, то отверстия на диске и на салазках в точности совпадут для надежности можете закрутить второй крепежный винт он там чуть поглубже располагается, но это на любителя кстати комплектация корпуса небогатая необходимая и достаточная, я бы сказал, комплектация порталовой вентилятор уже сказал, а в отдельном пакетике коротенькая инструкция по монтажу 4 разновидности винтов и еще 3-4 проволочных хомутика для пущего кейбл менеджмента на вот этот вот самый кейбл менеджмент, надо признать честно в данном корпусе на высоте прям вот произошло мое ожидание потому он и получается, этот корпус немного шире обычного мне так сказать привычного, что под правой крышкой формируется двойное дно где желтые капели можно удобно прокладывать кратчайшим маршрутом несмотря на то, что корпус явный бюджетный вариант о чем недвусмысленно намекает толщина металла в конструкции все технологические отверстия аккуратно завальцованы крепежные отверстия и опорные площадки на своих местах скрипов и отчаянных каких-то вибраций по первым впечатлениям не замечены ножки тоже устойчивые, красивые, блестящие с амортизаторами из пенорезины а что еще от достопа требуется? ведь его, как правило, собирают один раз и устанавливают под стол на долгие годы иногда достают, если вы его периодически пылесосите но MX340 даром, что бюджетный вариант при должном подходе его не стыдно и на стол поставить видеокарты в него практически любые встанут можно даже в обе две запихнуть кулеров целая гроздь с подсветкой материнскую плату какую-нибудь веселенькую и будет вам такое световое шоу что твоя новогодняя елка отдыхает не зря же у него одна стенка из настоящего тонированного стекла стекло крепится на четырех декоративных винтах через мягкие резиновые втулочки когда будете корпус разбирать повнимательнее не потеряйте эти резиночки они держатся на своих местах исключительно силы трения и могут легко убежать укатиться и еще одна деталь в конструкции превзошла мои самые смелые ожидания та самая деталь, которой чаще всего собственно говоря и пользуются кнопка включения нажимается так пружинисто с характерным мелодичным кликом богато сделано богато не отнять кроме кнопки включения на передней консоли есть все необходимое порт USB 3.0, один правда два порта USB 2.0 для наушников и микрофона кнопка перезагрузки и индикатор питания системы и дисков светодиодные индикаторы без затей оба светят ярким белым светом да так бодро светят что в темноте могут быть и назойливыми я предполагаю вот на этом мой сегодняшний короткий обзор и закончен корпус упаковывается обратно в коробку и отправляется не то чтобы заказчику но любимому родственнику для которого собственно говоря эта система и собиралась в качестве пишущей машинки я благодарю всех за внимание будьте здоровы живите богато и будет вам от этого счастье а мне будет счастье если вы спросите какие-нибудь уточняющие вопросы в комментариях внезапно поставите лайк может быть подпишитесь на канал всем пока счастливо надеюсь скоро увидимся